День с толком Живи лес! Акция с таким названием идет по стране. Сейчас в алтайских лесничествах высаживают миллионы молодых сосен. В акции участвуют лесники, ученые, студенты, политики и простые волонтеры. Кстати, перед посадкой деревьев специалисты объясняют, как это делать правильно, чтобы саженец прижился. Акция проходит во всех лесничествах края. Сегодня в нашем регионе появится больше трех миллионов молодых сосен. А мои коллеги сейчас находятся в Бобровском лесничестве. Кстати, деревья садят впервые своими впечатлениями. Они поделятся в прямом эфире. А между тем, Барнаул в топе городов с самым грязным воздухом. По итогам прошлого года Минприроды провело мониторинг и назвало 22 города, где ситуация с воздухом критическая. В аутсайдерах списка и наши соседи. Красноярск, Новокузнецк и Иркутск. Все города, попавшие в антисписок, расположены по нашу сторону Урала, где резко континентальный климат. В таких условиях часто преобладает антициклон. Ясное безоблачное небо и безветренная погода. Холодный воздух в итоге прижат к земле и накапливает вредные вещества. Это слои, которые препятствуют дополнительно, еще вносят дополнительный вклад в то, чтобы все эти наши примеси антропогенные выносились за пределы пограничного слоя атмосферы. Накопление примесей – основная беда, считают эксперты. До 2012 года Краевая столица попала в списки городов с грязным воздухом именно по этой причине. Объясняли это работой промышленных предприятий, когда некоторые из них перестали работать. Воздух немного очистился, но теперь эстафету переняли автомобили. И говорить об улучшении ситуации в этом году сложно, считают эксперты. Возможно, именно за чистоту воздуха борются в Бийске. Правда, пока незаконными методами. За несколько дней в разных частях города сгорело несколько машин. Жители подозревают, что в Бийске орудует серийный поджигатель автомобилей. Фу, покрышками звонят. Автомобили пылали на улице Трофимова и Боровой. Очевидцы уверяют – это поджоги. Мотивы злоумышленников, правда, пока неизвестны. Всего сгорело три авто. Еще одна машина серьезно пострадала. Полиция Бийска сейчас проводит проверку. Обийчане, вынужденные парковаться под открытым небом, продолжают переживать за свои авто. К другим темам. Туберкулезному диспансеру «Быть» подрядчик Селф завершает основные восстановительные работы на долгострой, который край ждет восьмой год. Напомним, предыдущий застройщик не справился с задачей. Нашу съемочную группу пригласили на экскурсию по объекту и показали фронт работ. Прежде чем продолжить строительство туберкулезного диспансера, новому подрядчику пришлось демонтировать часть построек. За несколько лет простоя туб диспансера без консервации, корпуса и коммуникации подверглись коррозии. Восстановительные работы начали с пищеблока. А всего на территории диспансера планируется достроить 19 подобъектов. Мы закончили устройство капитальностен, перекрытие, кровли и ведутся работы по отделке, по финишной отделке. Вообще на сегодняшний момент таких зданий у нас три в хорошей готовности, которые наименьше пострадали от отсутствия консервации. Отделку также ведут патологоанатомическом корпусе и прачечной. Самый большой пласт работы у строителей на сегодняшний день – инженерные сети. Отопление в корпуса планируют провести уже к середине осени. В настоящий момент ведутся работы по наружным сетям. Это сети теплотрассы для корпуса 1Б и для корпусов отдельно стоящих, которые находятся на этой площадке. Тормозили работу и изменение требований безопасности. Подрядчик проводил обследование и заново разрабатывал проектную документацию по всем помещениям объекта. Большая работа проведена. Планово, по мере возможности, после ремонта восстановительных работ делаем, но в полном объеме еще не можем. И когда они закончатся, ну, наверное, ближе к вводу объекта в эксплуатацию. Контракт администрации края с застройщиком истекает в этом году. За это время СЭЛФ успеет выполнить ряд восстановительных и отделочных работ. Чтобы закончить строительство диспансера полностью, подрядчику необходимо еще минимум полтора года и около миллиарда рублей. Дело остается за командной работой. Если финансирование поступит вовремя, туберкулезные больные начнут лечение в новом центре уже через пару лет. Илья Кчетков, Полина Жданова, Николай Шилко. День с толком. Эта служба одна из самых закрытых в полиции. Как работают ее сотрудники, нигде не афишируют. Впрочем, как и сведения о тех, кого они защищают, накануне бойцы особого подразделения отметили профессиональный праздник. Это не художественный фильм. Так часто проходят их будни. Больше 10 лет ежедневно сотрудники особого подразделения защищают важных людей. В частности, особо ценных свидетелей, дающих показания в суде. Безопасность свидетелей – главная задача подразделения. Там работают люди только с боевым опытом. Мастера спорта по огневой подготовке и единоборствам. Например, так они отрабатывают эвакуацию человека при нападении на автомобиль. Проводим регулярно, раз-два в неделю. Цель, естественно, повышение мастерства. Здесь и сотрудники отделения физзащиты оттачивают огневую подготовку, тактическую подготовку, ну и водительское мастерство. Девять выпускников центра «Наследники Ползунова», который находится на базе технического университета, получили сертификат на стипендии от фонда Андрея Мельниченко. Он занимается поддержкой и развитием талантливых детей. Это дополнительная стипендия – 8 тысяч рублей для лучших учеников центра, которые поступили на бюджетные места вузов. Смысл этой стипендиальной программы, один из смыслов – это поддержка тех ребят, которые в перспективе составят нашу местную алтайскую техническую элиту. Кстати, ученых технического направления и готовят в центре «Наследники Ползунова». В этом году там выпустили 20 первых учеников. В каждый поступил высшие учебные заведения, причем самые престижные – московские, новосибирские, томские. Руководство центра уверено, что в будущем из них получатся талантливые ученые, ведь они уже сейчас подают большие надежды. К примеру, выпускник центра Данил Снитко теперь студент МГУ. Он серьезно занимается астрологией и недавно открыл новую звезду. Юных пятиклассников здесь уже ждут. Прием новых учащихся центра начнется завтра. Подготовьтесь, через две недели взлетать можно будет только после регистрации. Владельцы квадрокоптеров весом более 250 граммов должны будут поставить технику на учет. Так решили в правительстве страны. А что стало поводом для такого решения, расскажем далее. 70 км в час и беспилотник уже опасен. В зоне риска, судя по ютубу, все – здания, машины, люди. Подобные ЧП спровоцировали законотворцев ввести обязательный учет дронов. Чтобы было с кого спросить. Алексей Ефремов – опытный пилот, но даже он признает – регистрация нужна. В Барнауле, говорит, почти 3000 владельцев-беспилотников. Пойдут ли все на учет – не уверен. Я думаю, будут регистрировать процентов 10 владельцев. Просто потому, что они в коммерческой деятельности. То есть, с кем обычный человек? Нет. Обычному человеку это неинтересно. Регистрация долгая. Нужны фото беспилотника, его характеристики, тип, серийный номер, количество двигателей, их вид, вес, информация о производителе. На подачу документов в Росавиацию 30 дней с момента вступления документа в силу. Или штраф от 2 до 80 тысяч рублей. Я вот точно не успею поставить свой квадрокоптер на учет. Просто авиации мне сказали, что пока сами не знают, куда направить пакет документов. Так что чувствую, что штрафы я словлю не раз. Если, конечно, поймают. О полете нужно еще и предупреждать. За 24 часа в Зональный центр управления воздушным движением нужно передать план полета. За 2 часа сообщить о готовности летать, затем о самом запуске, потом о завершении полета. И видео еще должны разрешить использовать. Эти требования и для частных лиц, и для ведомств. Например, МЧС, которым квадрокоптеры нужны оперативно при поиске людей, пожаре или паводке. На основе данного разрешения проводятся полеты. Конкретно разрешенный промежуток времени и согласно указанных координат. А если нужно в течение 10 минут использовать квадрокоптер? К сожалению, без разрешения соответствующего органа мы не имеем права поднимать воздушное судно. На этом законотворцы не остановятся. Они предлагают летать лишь не выше 150 метров и на расстоянии 50 метров от людей. Если такие поправки примут, то ни один день города с неба уже не снять. Интересно, может быть законотворцы скоро потребуют зарегистрировать и обычный бумажный самолетик? Ведь он тоже может навредить, к примеру, сбить воробья. Валентина Аскерова, Алексей Фризин, Андрей Печоркин. День с толком. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». А вы смотрите нас и в социальных сетях. Конечно, подписывайтесь. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok